Сегодня будет просто обыкновенное видео, без хорошего монтажа, я просто вам хочу всё объяснить. Так вот, что я хочу вам объяснить? Хочу объяснить то, что если Годзилла стал королём монстров, это уже не значит, что он сильнейший титан. Есть много титанов, которые могут его просто размасывать по стенке. Без мотра и людей Годзилла не то что слаб, Годзилла беспомощен, Годзилла очень слабый титан. Ну почему же? Я вам это объясню. В 2014 Годзилла еле-еле забил Гнусов, и он бы вовсе их не забил, если бы не люди. Во-вторых, он бы никогда не забил Гидору в одиночку, потому что не в силах справиться с таким вот титаном. Хотя Гидору можно победить, и даже очень легко. С помощью орки его можно ввести в какую-нибудь ловушку, и всё, и нету Гидора. Её даже могут победить легко люди. Но почему же Годзилла смог так легко победить? Да всё с помощью мотра, потому что она ему отдала свою часть силы, и он стал термоядерным, и легко размазал по стенке Гидору. Из-за этого все считают, что Годзилла сильней. Но это были не силы Годзиллы, это всё силы мотра. Так что мотру похвалите. И хватит уже этого гада хвалить, я ненавижу Годзиллу. Недавно я посмотрела видео одного канала, который говорит, что Годзилла это самый сильный титан. Так вот, нет. На Годзилле все тупо хайпят, потому что Годзилла король монстров, и все думают, что он сильный титан. Все его любят, и поэтому Годзилла, можно сказать, сделан просто для хайпа. Просто для хайпа. Для хайпа тех людей, которые очень себя любят. И возменивают себя такими же Годзиллами. И все вы понимаете, почему я терпеть не могу Годзиллу. Всё из-за канала Годзилла 2019. Сначала он меня сплагиатил, потом начал делать больно вам всем. Пока они сделают такое больно мне. То, что я уже поняла, что он меня больше не любит. И ни за что больше не вернётся. Тогда я поняла, что всё это время он меня тупо обманывал и использовал меня. Я просто была тупой куклой, которую он использовал.